Глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемые коллеги, я очень рада возможности выступить сегодня перед вами докладом о мономилитической амиотрофии или болезни Хирояма по имени японского ученого-невролога Кейзи Хирояма, который впервые ее описал. Болезнь Хирояма в основном встречается, впервые она была описана у японцев и в основном она встречается у представителей народов Азии, больше всего случаев описано среди японцев и индусов. Но вот в последние десятилетия стали появляться сообщения о случаях этой болезни среди жителей Европы, среди жителей штатов. Поражает она молодых мужчин, преимущественно юного возраста, средний возраст ведет до 15 лет. И основной симптом болезни Хирояма это прогрессирующая атрофия мышц верхней конечности, преимущественно кисти и предплечья, плюс к прогрессирующей атрофии добавляются постепуляции, не уклонив пальцы в паразонной руке, отсутствие чувствительных нарушений и холодовые порезы, т.е. усиление симптоматики на холике. Чаще всего в процессе возникает только одна конечность. Если страдает вторая конечность, то процесс асимметричен, т.е. те мышцы, которые подвергаются атрофии на одной и на другой руке будут разные. И только в очень небольшом проценте случаев страдают обе конечности симметрично. Самой главной особенностью болезни Хирояма, которая выделяет ее из других заболеваний по козу кагорты, это ее самолимитирующий характер. Симптомы атрофии кисти и предплечья прогрессируют на протяжении нескольких лет, а затем процесс самопроизвольно входит в стадию стабилизации, т.е. симптомы перестают нарастать. Такие пациенты остаются с различной степенью метрологического литерфицита, которое обусловлено основным нарушением функции кисти пораженной руки. При электромиомиографии у таких пациентов обнаруживаются признаки поражения нижней шейного отдела спинного мозга в основном на уровне 7-го и 8-го шейного и 1-го грудного миотома. На ранних стадиях болезни мономилическая амиотрофия требует дифференциальной диагностики с другими заболеваниями спинного мозга, такими как первичное нейродегенеративное заболевание, бытовое амиотрофическое мироз, серингогидромилия, опухоли и т.д. Снова представлена иннервация по миотому, и поскольку при болезни Хирояма в основном страдает 7-й, 8-й шейный миотом, 1-й, 2-й миотом, то и нарушение движения обычно связано с нарушением сгибания кисти, нарушением движения пальцев. Очень резко в процесс вовлекается 6-й миотом, и тогда страдает и разгибание кисти. Очень часто при болезни Хирояма формируется так называемый синомон косой амиотрофии, когда атрофируются мышцы 7-го миотома, мышцы 3-плечья, но плечо-лучевая мышца, которая нормируется в 6-й миотомах, остается интакте, не уменьшает свой объем, и при этом все плечи приобретает действительно такой необычный запоминающий тип. Болезнь Хирояма была описана довольно-таки давно. В 1959 году группа Кедди Хирояма впервые описала это заболевание, и дала ему название универсальная ювелирная мышечная атрофия верхней конечности. С тех пор это заболевание было описано разными группами ученых под разными названиями. Ему давали определение мононимическая амиотрофия, ювелирная мышечная атрофия дистальных отделов верхней конечности, ювелирная симметричная кементарная мышечная атрофия. Сейчас в литературе чаще всего встречается название болезнь Хирояма. Однако в МКБ-10, если говорить о мононимкулатуре, в МКБ-10 это заболевание определяется как моно-милическая амиотрофия, то есть в ракетной конечности, вот греческий мелок это моно-1. Ну вот все эти попытки назвать болезнь Хирояма, которая в основном собрана из ее гинстомов, говорят о том, что не было четкого понимания, а почему вовсе на болезнь возникает. Все пациенты были молодого возраста, не было возможности провести морфологическое исследование, магниторезонансная томография еще не вошла в широкую химическую практику. Вот спустя 20 лет, после того, как Хирояма впервые описала это заболевание, в 1982 году один из пациентов, который наблюдал от группы Хирояма, умер от карциномы легкого и группа Хирояма получила возможность выполнить аутопсическое исследование. По данным электронейромиографии и раньше были подозрения о том, что причина болезни строится в спинном мозге. И действительно, у этого пациента было выявлено некротическое поражение, некротическое тропическое поражение передних рогов спинного мозга, что и явилось, являясь причиной болезни Хирояма. После обнаружения субстрата, собственно, морфологического, сформировались две теории, почему вот это вот поражение роговским новым мозгом не вступает. Первая теория говорила о первичном нейродегенеративном заболевании, подобном боковому аутопическому сферозу, но с доброкачественным течением. И вторая теория, которая на сегодняшний день является общепринятой, это теория анатомических особенностей этих пациентов, которые и провоцируют развитие поражения передних роговским новым мозгом. А, собственно, анатомические особенности кроются в особенностях дуального мешка этих пациентов. В норме дуальный мешок имеет две точки жесткого крепления к позвоночному каналу, в области большого затылочного отверстия и в области креста. Дуальный мешок, между дуальным мешком и темпой позвоночного канала находится кафедуральная жировая участка и динутное сплетение. И темпы дуального мешка на длительном протяжении связаны с позвоночным каналом достаточно рыбок. Дуальный мешок – это подвижность рук. И в норме он находится в таком расслабленном состоянии. Когда происходит сгибание позвоночника, особенно в шейном отделе, возникает изменение длины позвоночного канала, дуальный мешок натягивается и компенсирует это изменение длины. Что происходит у пациентов с болезнью Хирояма? Теория анатомических особенностей гласит, что пациенты с болезнью Хирояма имеют изначально натянутый дуральный мешок. Они имеют диспропорцию между длиной позвоночного канала и длиной дурального мешка. Происходит эта диспропорция в результате ростового скачка, который свойственен дунышам. Позвоночник вырастает, а дуральный мешок не успевает вырасти и поэтому в нейтральном положении вместо расслабленного состояния он уже находится в натянутом состоянии. Соответственно, когда происходит сгибание шеи, задние стенки дурального мешка отслаивается от задней стенки позвоночного канала и смещается вперед, создавая повторяющуюся компрессию спинного мозга в нижней шейном отделе, как раз на этом уровне. Данная теория, безусловно, не объясняет, почему в процесс вовлекается преимущественно одна конечность или когда вовлекаются две конечности, это процесс чаще всего асимметричен. Сейчас в теории анатомических особенностей говорится о том, что вот это вентральное смещение заднего листка твердомозговой оболочки, безусловно, является ведущим к диалогическим механизмам. Но, тем не менее, эти пациенты должны еще иметь какой-то преморбитный фон, какие-то еще другие анатомические особенности в виде нарушения оттока от позвоночного канала, в виде аномалий задней черепной ямки, в виде преморбитного состояния федуральных связок, туп-форий после минуты. Итак, до вхождения магнитной резонансной домографии в широкую клиническую практику диагноз болезни хирояма можно было поставить только на основании длительного клинического наблюдения. То есть, собственно, тогда, когда болезнь входила в пазу стабилизации, то есть через несколько лет от визита. С появлением МРТ были описаны привнаки, характерные для болезни Хиро-Яма, которые позволяют поставить этот диагноз на ранних этапах без линейного клинического наблюдения. На данном слайде я постаралась расположить их в порядке возрастания диагностических значений. Итак, у пациента с болезнью Хиро-Яма может определяться нарушение статики в виде выпрямления шейного лордоза, различные изменения спинного мозга в нижней шейных сегментах, контрастное усиление заднего фигурального пространства, неплотное прилегание задней стенки фигурального мешка к позвонкам на аксиальных средах и, самый главный признак, вентральное смещение задней стенки фигурального мешка при выполнении магнитной резонансной томографии в положении сгибания шеи. Согласно определению, шейный лордоз мы говорим о шейном лордозе, о правильном шейном лордозе, когда линия, проведенная под ордальным поверхностям от 2-го до 6-го шейных позвонков, не пересекается с линией, проведенной от дорого-латеральной поверхности 2-го шейного позвонка до дорого-латеральной поверхности 7-го шейного позвонка. Если эти линии пересекаются или накладываются друг на друга, говорят о выпрямленном шейном лордозе или о патологической гипотической установке. Как выпрямление лордоза, так и патологическая кипотическая установка у пациента с болезнью Хирояма встречается очень часто. Понятно, что диагностическая специфичность этого признака стремится к нулю, поскольку нарушение статики мы можем видеть при множестве других поражений, в частности дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника, то же состояние, при котором выпрямление шейного лордоза встречается очень часто. Однако при болезни Хирояма речь идет преимущественно о молодых людях, поэтому если у молодого человека нет признаков начальных дегенеративно-дистрофических обменений, но есть патологическая кипотическая установка, это может служить дополнительным диагностическим причинам. Интересен тот факт, что у пациента с болезнью Хирояма амплитуда сгибания шеи в принципе превышает амплитуду сгибания шеи у здоровых людей. То есть не только у них сгибания шеи на ночь с травмом спинному мозгу, но они еще и предрасположены к пересгибаниям. Варианты изменения спинного мозга, которые мы можем увидеть у пациентов болезнью Хирояма. На аксиальных срезах это уплощение спинного мозга и асимметричное уплощение его передней поверхности. Нормы спинного мозга имеют вид такой посолины. У пациентов с болезнью Хирояма очень часто встречается распластанная флора спинного мозга, уплощенная передней поверхностью в отсутствии каких-либо вертеброгенных или дискогенных влияний. На сагитальных срезах такое уплощение будет регистрироваться как локальное искончение спинного мозга на нижней шейном уровне. Эти изменения при болезни Хирояма встречаются очень часто практически у всех пациентов. Гораздо реже к источению спинного мозга присоединяется его очаговое поражение, то есть изменение эморс-сигнала, которое имеет вид полоски на детальных изображениях и на аксиальных изображениях. Это чаще всего симметричное поражение переднелатеральных отделов спинного мозга. Если говорить о очаговом поражении, и то, что у пациента с болезнью Хирояма чаще всего оно возникает именно в переднелатеральных отделах, то нужно сказать, что такое поражение больше всего характерно и отлично при ишемических поражениях спинного мозга, например, при компрессионной ишемической миелопатии или при нарушении кровотопа по передней спинальной артерии в результате инсульта. Поскольку передняя спинальная артерия как раз поддаёт веточке, которые нервируют, кровоснабжают на передние отделы спинного мозга, и этот симптом хорошо описан в литературе именно при инсультах и компрессионной миелопатии и имеет название «глодозавут». Учитывая, что ведущим патогенетическим механизмом болезни Хирояма является постоянная компрессия спинного мозга именно в передних отделах, то нарушение кровотопа по передней спинальной артерии вполне облегчено. Следующий признак, который является одним из самых важных при болезни Хирояма и определяется в нейтральной позиции шеи – это потеря соединения между задней стенкой дурального мешка и задней стенкой позвоночного канала. Нормы между задней стенкой дурального мешка и позвоночным каналом находятся жировая плечаска и дурально-передурально-венозное сплетение. Несмотря на то, что на диаграмме это пространство достаточно хорошо обозначено, на МРТ в норме мы практически его не видим. Если оно видно, оно видно обычно в основании остистого отростка на аксиальных средствах. Если вот эту заднюю полуокружность мысленно разделить на три части, то потеря соединения задней стенки дурального мешка с задней стенкой позвоночного канала на протяжении более чем одной трети этой полуокружности считается диагностически значимой. И действительно у пациентов с болезнью Хирояма очень часто мы можем наблюдать неплотное соединение задней стенки дурального мешка с задней стенкой позвоночного канала. Ну и основной признак при болезни Хирояма, основной МРТ-признак – это смещение твердой мозговой оболочки при МРТ с загибательной пробой. Встречается практически у всех пациентов мономедической амиотропии. Определяется это смещение на низней шейном уровне. Твердая мозговая оболочка, задняя стенка позвоночного канала. Обратите внимание, сужено как переднее, так и заднее тубарахноидальное пространство и спинной мозг компринирован. Также достаточно часто в образовавшемся дозоре между твердой мозговой оболочкой и спинной позвонками можно видеть множественные участки потери сигнала, которые представляют собой потерю пустоты потока от расширенных вен эпидурального венозного склетения. Считается, что при сгибании шеи, отсловении твердой мозговой оболочки, возникает отрицательное давление, которое как присоска тянет кровь в эпидуральное венозное склетение, заставляет вены расширяться. Следующий признак, который также определяется при сгибании шеи и обусловлен собственным расширением вены эпидурального венозного склетения, это контрастное усиление заднего эпидурального пространства. Также встречается очень часто при сгибании шеи. Если говорить о клиническом дифференциальном диагнозе, то лист состояний, с которыми нужно дифференцировать болезнь хирояма, особенно на ранних стадиях, достаточно велик. Это и серинга гидромилия, и опухоль спинного мозга, и заболевание мотонейронов, и компрессионная ишемическая мелопатия, демилинирующая заболевание и спинальное усиление. Отсюда встает вопрос, а есть ли какие-то диагностические критерии у ЧИБУ? К сожалению, для болезни хирояма они не описаны. И, казалось бы, есть прекрасный признак смещения твердой мозговой оболочки при сгибании шеи, которое определяется у всех этих пациентов. Однако было показано, что смещение твердой мозговой оболочки при сгибании шеи может происходить и у совершенно здоровых людей, которые не страдают и не имеют никакой неврологической симптоматики. Более того, у пациентов, которые длительно страдают болезнью хирояма, которая перешла в стадию стабилизации, признак смещения твердой мозговой оболочки в какой-то момент определяться перестает. Но связано это, скорее всего, с тем, что просто буральный мешок дорастает до длины позвоночного канала, и ему нет необходимости смещаться при сгибании. Из этого следует, что одного признака смещения твердой мозговой оболочки при сгибании шеи все-таки маловато для диагностики болезни хирояма. И вот основные четыре МРТ-признака, которые определяются, все вместе обеспечивают достаточно надежную диагностику. Нейтральные позиции шеи – это уплощение спинного мозга в отсутствии вертоброгенного влияния, это отслоение твердой мозговой оболочки на аксиальных срезах нейтральной позиции шеи, это смещение твердой мозговой оболочки при сгибании шеи, и это эпидуральное контрастное усиление, которое также определяется при сгибании шеи. Это тот протокол МРТ, который мы пользуемся для пациентов с болезнью хирояма. Он включает в себя структурное сканирование до сгибания шеи в нейтральной позиции, сгибание шеи, структурное сканирование в сагитальной плоскости и введение контрастного вещества. Важно, что сгибание шеи должно быть максимально возможным, потому что степень смещения твердой мозговой оболочки у всех пациентов разная, если шею не досогнуть, этот признак можно не выявить. Но вот мы выполняем эту сгибательную пробу в открытой конфигурации нейровоскулярных опушек. Конечно, МРТ является методом выбора для диагностики болезни хирояма, однако не всем пациентам мы можем выполнить магниторезонансную томографию. Мы не сможем выполнить пациенту с металом внутри, мы не сможем выполнить пациенту с боязнью закрытых пространств. Когда я готовилась к этому докладу, я с удивлением нашла описание клинического куча, где пациенту с подозрением на болезнь хироям выполнялась компьютерная томография, смеолография, которая достаточно наглядно демонстрирует как смещение твердой мозговой оболочки, так и индивидуальное контрастное усиление, поэтому может служить таким альтернативным для МСТ методом. В следующей части доклада я бы хотела показать вам те клинические случаи, которые прошли через наше учреждение, это пациенты с моноэмилитикой альтерапией. И первый пациент – это молодой человек, 16 лет, который в течение полугода беспокоит слабость левой конечности, постепенно нарастающая. При активном личном расспросе выяснилось, что за последние полугода молодой человек совершил ростовой скачок и вырос на целых 11 сантиметров. При объективном осмотре у него отличается гипотропия мышц кисти и гипотропия мышц предплечья. При электронермиографии выявлены признаки поражения нижней шейного отдела спинного мозга. При МСТ в нейтральной позиции обращает на себя внимание локальное истончение спинного мозга, уплощение передней поверхности спинного мозга на акциальных срезах, а также потеря соединения между твердой мозговой оболочкой и задней стенкой гипотеза. При МСТ в положении сгибания отчетливо видно смещение заднего листка твердой мозговой оболочки с сужением переднего и заднего гипотеза и дальнего пространства, с компрессией с дымовым мозгом. По совокупности клинических и рентгенологических, радиологических признаков пациенту был выставлен диагноз болезни страйна. Следующий пациент с немножко более сложной историей. Это молодой человек 19 лет, у которого дебют заболевания произошел в 17 лет, с ощущением слабости в правой руке, которая далее постепенно нарастала и присоединилась к гипотрофии мышц предплечья и кисти. На МРТ у молодого человека определяется импромедулярный очаг в нижней шейном отделе стенного мозга, который занимает три сегмента, которые сопровождаются увеличением размеров стенного мозга и контрастным отделением. Молодой человек был всесторонне обследован, инфекции отрицательны, системные заболевания отрицательны, аутоиммунные заболевания отрицательны. И с рабочим диагнозом МЕЛИТ он продолжает существовать. С течением времени, в течение года этот импромедулярный очаг постепенно уменьшился в размерах, формировалась энтрофия стенного мозга по типу 50-х часов, и клиника не прогрессировала. Однако еще через год у молодого человека наросла слабость уже в пораженной правой руке, присоединилась слабость в левый киев. При МРТ создается впечатление, что очаг вырос в размерах и опять-таки определяется не очень выраженная, но тем не менее контрастная усилия. И с рабочим диагнозом обострения демилинизирующего процесса он продолжает идти дальше. И, собственно, в 19 лет пациент имеет асимметричную атрофию дистальных отделов обоих местных конечностей и, в общем, не имеет диагноза. При МРТ в нейтральной позиции определяется все тот же интрамедулярный очаг, локальное истончение стенного мозга. На аксиальных срезах интрамедулярное поражение имеет вид двух симметричных очагов в переднелатеральных отделах стенного мозга. Стельной мозг уплощен и наблюдается потеря соединения задней стенки дурального мышка с задней стенки подвоночного канала. При сгибании, при выполнении МРТ в положении сгибания отчетливое смещение заднего листка дурального мышка, компрессия стенного мозга на ней смещение на ногу. И в грудном отделе позвоночника у этого пациента, обратите внимание, определяется в заднем нефигуральном пространстве некое образование, это в нейтральной позиции, без задевания, которое интенсивно контрастируется и мы считаем, что представляет собой жировую клетчатку с расширенными венами. И мы считаем, что вот такая необычная картина с накоплением контраста в шейном отделе позвоночника у этого пациента при болезни Хирояма была обусловлена именно выраженным нарушением венозного оттуда. Следующий пациент необычен тем, что это пациентка, девушка 14 лет, а болезнь Хирояма, несмотря на то, что она редко встречается, у женщины она встречается еще редко. Это пациентка, которая в течение года беспокоит слабость в правой руке и сонические судоры в этой же руке. При электронейромиографии определяется поражение нижней шейного отдела пациентного мозга и при объективном осмотре у нее есть гипотропия в кисти, гипотропия мышц предплечья, гипотропия мышц плеча. Кисть действительно тоньше, правая кисть тоньше, чем левая. Кисть деформирована, правая предплечье также истончена, и фактически правая кисть у девушки не работает. Нейтральной позиции шеи определяется чуть заметное локальное истончение на нижней шейном уровне. Спинной мозг очень деликатно угощен и определяется от слогения задней стенки дурального мешка от задней стенки позвоночного канала. При МРТ в положении сгибания, отсловение задней стенки дурального мешка, сужение среднего и заднего субрастно-идальных пространств, а при введении контрастного щекла выраженное контрастное усиление с задним дуральным пространством. Ну и по совокупности клинических симптомов, пазиологических симптомов девушки была поставлена болезнь Хирояма и назначено лечение. Если говорить о лечении болезни Хирояма, то оно в принципе сводится к ограничению сгибательных движений шеи, периодическому ношению ортопедического воротника. Было доказано, что если на ранних стадиях болезнь Хирояма ограничить сгибательные движения шеи, то симптомы не только резко перестают прогрессировать, но и может наступить улучшение той неврологической симптоматики, которая уже сформировалась. В литературе существуют единичные случаи оперативного лечения болезни Хирояма, которые также в принципе направлены на ограничение сгибания шеи, в основном это сгибательное ДЭС. Пациенты эти были прооперированы потому, что консервативное лечение не оказывало эффекта. Но опять же эти случаи единичные. И нужно сказать, что МРТ позволяет выявить признаки, характерные для болезни Хирояма уже на ранних этапах развития без длительного клинического наблюдения, что соответственно позволяет раньше назначить лечение и существенно улучшить прогноз таких пациентов. И МРТ с сгибательной пробы, с МРТ шеи в положении сгибания, должно быть включено в протокол обследования пациентов с соответствующей клинической картинкой. Ну и в заключении я хотела бы поблагодарить своих коллег из Института Моздачеловека и своих коллег с кафедрой неврологии Первого медицинского университета за помощь, которую они мне оказали в подготовке данного показа. И спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.